Школе номер два с кадетскими классами приступили к ремонтным работам по обустройству двух классов национального проекта «Точка роста» уже в марте текущего года. Тогда же было заказано оборудование для них. На эти цели в общей сложности было выделено около 2 миллионов рублей, и к июлю современные классы уже готовы принимать учеников. Закуплена брендированная мебель, ноутбуки, научное оборудование, которое позволит в современных условиях осваивать химию, физику, биологию и предметы дополнительного образования. Помимо классов ремонт получила рекреация учебного заведения. Она подготовлена для занятий шахматами. Это отличительная черта этого учебного заведения. Если кадетская школа уже полностью готова обучать школьников по современным программам, то работ по обустройству классов в первой школе еще предостаточно. Здесь к новому учебному году откроются сразу три класса «Точки роста» на базе кабинетов химии, физики, биологии. На сегодня активно идут отделочные и малярные работы. К 10 августа помещения должны быть подготовлены для дальнейшего размещения техники и мебели. Закупается оборудование по точке роста, ноутбуки, лаборатории по АГ по химии, конструкторы, робототехника, микроскопы цифровые. Все это поступает уже в школу, но вот буквально в июле ждем последних поставок. Общая стоимость оборудования, мебели и ремонтных работ превышает 2 миллиона рублей и к 1 сентября обновленные классы примут первых учеников. «Точка роста» – это ощутимый прогресс в повышении качества образования, считает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. «И самый главный итог. Итог, когда заходишь в класс и видишь действительно вот эти качественные ремонты, просторные кабинеты, новые оборудования. Это, как раз, дает большой такой шаг для учебного процесса, для того, чтобы дети учились в хороших условиях и получали хорошее образование в наших школах Великоустеского муниципального района». Аналогичные работы также проводятся в школе номер 9, Галузинской и в школе номер 15. На эти цели выделено более 5 миллионов рублей. В следующем году в рамках национального проекта образования точки роста будут оборудованы в следующих пяти учебных заведениях. Степан Корижановский, Антон Карев, Телеканал «Русский Север».